Всем привет, мои дорогие, любимые подписчики! Нас уже 50 тысяч! Ура! Спасибо каждому из вас! Очень сильно вас люблю, и вы мне очень сильно важны и нужны. Я вижу вашу поддержку, ваши комментарии. Спасибо вам огромное, ваши лайки. Я вас обожаю. Продолжаем в том же духе. Ну а теперь слушаем историю от подписчицы. История от подписчицы Кэнди Кэт. Эта история произошла в третьем классе. Я принесла игрушку в школу. На уроке музыки кто-то из одноклассников попросил эту игрушку посмотреть. Потом не отдавал ее, хотя у нас очень дружный класс. На перемене мы с девочками подошли к тому мальчику. С ними были еще мальчики. Они побежали в туалет мужской прятаться. А у нас там длинный коридор, и туалет девочек ближе к нашему классу. А мальчиков дальше. Так вот, мы с девочками караулили того пацана. Уже отобрали игрушку. И я как пуля бегу в туалет для девочек. Честно, я так быстро не бегала еще никогда. Но тут в коридоре появляется учительница. Зная точно, что она видит продленку. Или еще что-то. Я с ней лично не знакома, так как не хожу на продленку. И тут она подставляет руку. Так что я врезаюсь в нее. Та на меня орет. Я плачу. Но тут бежит наша учительница, утешает меня и говорит, чтобы я извинилась. Но не орет на меня. Та учительница ушла, а я плакала. Рассказала нашу учительнице про мальчиков. И тех, конечно же, наругали. Вот такая история. Но я как никогда была тогда близка к успеху. Я летела, как молния Маквин. Расскажите вашу историю. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребята. Очень вас люблю. Всех обнимаю. Всем большой привет. Так что присылайте свои истории. Все комментарии читаю и вижу. Правда, не всегда успеваю отвечать. Вас очень-очень много. Присылайте свои истории. Расскажите, какие приколы были у вас в школе с вашими одноклассниками. Напоминаю, на 50 тысяч подписчиков я обещала сделать сламу в 10 килограмм веса. Уже все материалы куплены. Все готово. Не пропустите. На следующей неделе я буду снимать, монтировать. Постараюсь в ближайшее время выложить. Не пропустите. Смотрите, ставьте лайки.